Презентация книги сказок Татьяны Маркиновой состоялась в торжественной обстановке в уютном Малахитовом зале Дворца культуры и искусства. Гостями праздничного, тёплого и очень яркого мероприятия стали семьи, в которых воспитываются особенные дети. Артисты дворца подготовили для юных ленинск-узнечан развлекательную программу с играми и конкурсами, которые ребята достойно преодолели. Как и герои сказок Татьяны Маркиновой. В этот день известная беловчанка приехала в гости в Ленинск-Узнецкий, чтобы презентовать сборник сказки для и про особенных детей. Книга была написана в 2020 году и только в 2021 благодаря дружной команде фонда «Лабиринт-42» Татьяне удалось реализовать столь значимый социальный проект и исполнить добрую мечту. Тысячи экземпляров удивительной книги вышли в печать. Любые добрые дела, конечно, одному творить очень сложно и всегда огромная команда людей, которые поддерживают, помогают, что им огромное-огромное спасибо. Все герои – это 10 волшебных историй, а все герои – это дети с особенностями, которые, однако, несмотря ни на что справляются со своими страхами и переживаниями, и они радуются жизнью, они исполняют свои мечты. Герой сказок – лемур с разноцветными глазами, глухой волчонок, павлин-альбинос. В этих историях, возможно, кто-то узнает и себя. Татьяна, например, вложила в образ зайчонка, который не умел прыгать, часть своей жизни. Зайчик из сказки не мог быть таким же быстрым, как другие зайцы в лесу, но он научился танцевать. На инвалидной коляске Татьяна оказалась еще подростком после травмы позвоночника, но она не отказалась от мечты. Поступила на филфак, получила диплом и даже какое-то время работала в школе. Сегодня Татьяна активно помогает другим людям обрести себя и стать уверенными в жизни. Она работает с волонтерами, участвует в благотворительных и социальных акциях, организует чтение своих добрых сказок вслух. Помимо литературного творчества, занимается бальными танцами. Приятное такое сегодня мероприятие, ради которого мы приехали. Мы его организовали совместно. Подключились и, во-первых, администрация города. Огромное спасибо ДК, коллективам, которые помогли организовать мероприятие. Сегодня мы презентовали книгу сказки для и про особенных ребятишек. Сегодня к нам пришли более 20 детей, особенных, со своими мамочками. Мы для них решили организовать такой насыщенный день, для того, чтобы мотивировать детей, родителей, именно придать им сил. Книги издали в рамках проекта, поддержанного фондом президентских грантов «От возможностей к достижениям». По сборнику сказок получили все семьи, где воспитывают особенных детей. От Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» ребята получили в подарок наборы для творчества, чтобы своими руками дети могли создать свой неповторимый шедевр. Сказки для и про особенных детей опубликованы на популярных литературных интернет-порталах и в социальных сетях. Часть книг передали Центральной городской библиотеке имени Крупской. Татьяна Маркинова планирует выпустить вторую часть сборника. Однако пока кузбасская писательница хочет убедиться в нужности и важности таких сказок и в их положительном эффекте.